Дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, сегодня воскресенье Христово. Мы называем его еще Пасхой Господней. С именем Пасха этот праздник широко известен в нашем народе. Думаю, что многие из вас уже поздравили друг друга пасхальным возгласом, к которым я обратился в начале передачи к каждому из вас. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» И я искренне приветствую всех нас с вами, каждого из вас этой дивной вестью о воскресшем Христе Спасителе. Праздник Пасхи, наверное, самый древний из всех христианских праздников. Его следы находят уже в Первом веке. Но тогда вспоминали только крестную смерть Иисуса Христа. На всем христианском Востоке Пасху совершали 14-го числа еврейского месяца Ниссана, когда евреи приготовливали пасхального агнца. Тогда-то по Евангелию от Иоанна и по свидетельствам древнейших отцов Церкви и последовала крестная смерть Христа. Уже древние отцы Церкви – Вериней Леонский, Тертулиан, Рюген, жившие в начале и середине III века, видели в пасхальном агнце евреев прообраз Иисуса Христа, который в Священном Писании так и называется – агнцем Божьим, агнцем пасхальным, пасхой. Интересно происхождение слова «пасха». Обычно думают, что оно происходит от еврейского пейсах или арамейского пасха, что означает прохождение, пощада, и напоминает об одном из великих иудейских праздников в честь избавления израильских первенцев от ангела смерти и потом чудесного освобождения Израиля от египетского рабства. Но в Древней Церкви это слово больше связывали с греческим «пасхием» – «страдать». Чем подчеркивался главный смысл этого праздника – воспоминания спасительных страданий Иисуса Христа. Причем тогда праздник состоял из двух отдельных торжеств, которые оба назывались Пасхой. Первая – Пасха в честь смерти Иисуса Христа, Пасха Ставросимон, и в Пасха в честь воскресения Христова, Пасха Анастасимон. Первая проводилась в строгом посте и скорби в пятницу и субботу и заканчивалась воскресной Евхаристией, с которой начиналась вторая Пасха. Пасха продолжалась пятьдесят дней и включала в себя отдельные теперь праздники Вознесения и Сошествия Святого Духа. Пасха по-разному вошла в сознание разных народов. Для греков – это народное гуляние, и они будут много и с удовольствием рассказывать вам о традициях, кухне, шествиях, танцах, даже в это сложное время. А вот для нас, восточных славян, более важно ее религиозное содержание. И мы прилагаем усилия, силимся, стремимся познать мистическую тайну Креста и Воскресения. Давайте попробуем разобраться в этом. Смысл Пасхи Господни очень ярко представлен в словах краткого пасхального гимна, Которые знают или слышали почти все. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Речь идет о разных действиях смерти в обычном человеке и у божественного страдальца. У нас, людей, смерть вызревает изнутри. Мы носим ее в себе. Она естественна, она биологически логична и психологически понятна, потому что является просто неустранимым стержнем бытия. Плоть или тело обрекает этот стержень и постепенно распадается от болезни и времени. И совсем по-другому у Христа. Его человеческая природа, цельная и нетленная, потому что пронизана божеством, на церковном языке ее красиво называют богосиянной и приводят в пример железо, раскаленное огнем. Железо, которое становится огнем и в то же время остается железом. Такая природа не должна была испытывать смерть. И она стала для Бога человека противоприродным раздранием. И, наверное, в том-то и тайна Креста Господня, что во Христе смерть входит в божество и испепеляется. Она не находит в нем места. полнота божественной жизни поглощает смерть. А это и есть воскресение. Но, и это очень важно, смерть Христа обращена к человеку. Она освещает все этапы его жизни, в том числе и саму смерть. Через воскресшее тело Христа сила жизни вторгается и в космос, чтобы его обновить окончательной победой над смертью. И святитель Иоанн Златоуст сравнивает это преображение смерти с родами. Вот как он пишет, когда Христос оставался добровольным пленником, смерть мучилась родовыми муками. Она не могла сопротивляться. Она разверзлась. Она нас освободила. А у другого яркого проповедника, епископа Ильи Менятина, поражает бессилие смерти после воскресения Христова. Вот какие слова, какие мысли он произносит. Мы спасены и больше уже не пленники смерти. Мы смотрим на нее и не боимся ее свирепого вида. До воскресения Христа смерть была страшна человеку. После воскресения Христова человек стал страшен для смерти. Смерть. Где твое жало? Как смертные мы падаем, но как бессмертные воскресаем. Мы ждем смерти, но предвидим бессмертную жизнь. Залог, чего нам дало воскресение Спасителя. И теперь каждая человеческая жизнь может в любой момент возобновиться во Христе, как бы ни была она отягчена грехами. И это дело Христа распространяется на всех людей, живых и мертвых. Всякая вера в торжество жизни над смертью, всякое предчувствие воскресения косвенно уже является верой во Христа, во Христа как подателя жизни. Сила его воскресения нисходит во все сферы бытия. После его победы над смертью воскресение стало общим законом, не только для человечества, но и для всей природы, животных, растений, минералов. И бескрайний океан света изливается от воскресшего тела Спасителя. Но как тут не воскликнуть? Воистину воскрес Христа Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok